Андрей, добрый день! Мы продолжаем серию интервью, посвященных 20-летию Координационного Центра, но сегодня нам особенно приятно поговорить с вами, потому что вы стояли не только у истоков создания самого Координационного Центра, но и у истоков создания учредителей Координационного Центра, которые в 2001 году уже вошли в состав первоначального числа учредителей. Я про Рацит, конечно, говорю. Давайте, наверное, может быть, с него и начнем. У меня было сильное переживание в самом начале 90-х годов, когда впервые великая и мудрая Эстер Дайсон пригласила нескольких предпринимателей из России в США на форум ежегодный, который она проводила. И уже не помню, в каком именно году, то ли 92-м, то ли 93-м, то ли 4-м, у меня сформировалось четкое впечатление о том, что я приезжаю каждый раз в мир интернета. Вот как говорили в свое время зрелый социализм, то это был зрелый интернет, чего я не видел на родине. И это сформировало определенный интерес. Поэтому к 96-му году, когда я запустил свой первый частный бизнес, мне было интересно заниматься именно интернетом. Но, по сути, еще не было этого поля. Оно еще было обычной поверхностью, покрытой легкой травкой, но не вспаханное и неудобренное. И тогда возникла идея, которую подарила та же Эстер Дайсон. Попробовать делать регулярно проводимое мероприятие, которое бы содействовало распространению идеи интернета. Эту идею мы обсуждали с Анатолием Шкредом, с Егором Яковлевым. И вот, в сущности, на троих мы пришли к выводу, что нужно делать ежегодный большой форум. И уже оттуда, с задней мыслью, как делать форум просто человеку, который хочет это делать, возникла идея о том, что должна же быть какая-то организация, причем желательно не ангажированная ни с кем, ни с кем не аффилированная, которая бы занималась этим форумом. Вот Рацит откуда возник. И, собственно, идея создать организацию, которая будет хорошо делать форумы, да, действительно была моя, поэтому я и стал ее первым учредителем вместе с несколькими друзьями. Но дальше случилось необыкновенное. Выяснилось, что мы ответили на какой-то сокровенный запрос социума. Потому что в Рацит тут же начали приходить, во-первых, государственные деятели, чиновники, в хорошем смысле. Во-вторых, интернет-провайдеры. В-третьих, крупные компании и КТ-сектора. И мы вдруг всей командой, которой занималась Рацит, а это было человек 5-6, непосредственно работавши над этим, ощутили себя некоторым центром интересов. Этого нельзя было не использовать. Как для того, чтобы продвигать собственные проекты, так и для того, чтобы другим помогать что-то делать. И вот, что меня всегда радовало, и о чем я сейчас с удовольствием рассказываю многим, кто спрашивает меня о Рацит тех времен, это то, что нас реально поддерживали все вот эти три основные силы. Во-первых, если бы не было поддержки Министерства связи, Рацит никогда бы не совершился. Потому что нам бы просто вульгарно не разрешили проводить форум ни в одном из пансионатов подмосковных. Соответственно, пристной памяти министра того времени Булгак, Крупнов, они впрямую оказывали нам содействие тогда. И не они только. Огромное количество полезных идей внес Марат Олегович Гуриев, Рыков Олег Васильевич. То есть многие люди, которые, казалось бы, были застегнутыми чиновниками на все пуглицы с двумя завязанными галстуками, на самом деле очень неформально к этому отнеслись и оказались сильную поддержку. Но я сам не очень тогда понимал, собственно говоря, что мы делаем. И только через 2-3 года мы начали ощущать, что мы, по сути, Рацитом, семинарами ежемесячными, форумом, российским интернет-форумом каждый год, создаем питательный бульон для развития новых бизнесов. И вот с одной стороны поддержка власти, с другой стороны поддержка крупных корпораций, с третьей стороны полное содействие ведущих тогда провайдеров, что Демас, Штрелком, что многие остальные, они создали этот удивительный эффект, что вдруг из ниоткуда в России возникла, ну, действительно, общественная организация, которая не просто брала на себя миссию выражать интересы пользователей, а реально их выражала. Ну, надеюсь, там и моя заслуга была в том, чтобы она была анбояст, несмещенная и делала все так, чтобы было в интересах сообщества интернет. Но все вроде бы получалось. И вот к концу 90-х годов я узнал про существование ICANN. Пришло это от технологий, когда выяснилось, что достаточно сложно бывает или неудобно зарегистрировать домен нужного имени, что есть некоторые конкуренции, уже появились первые сквоттеры доменных имен. И в этом контексте мы узнали тогда, что вот действительно в США появляется новый орган управления, который уже не будет напрямую аффилирован с правительством. Ну, так говорилось, не будет напрямую. И создание ICANN, память, если не изменяет, 98-й или 99-й год, что тут, в общем, недавно, оно, в общем, было таким радостным событием, которое тут же навело на мысль, а как же мы у себя в российской среде, которая развивалась безумно быстрыми темпами, соответствуем вот этому новому тренду, появлению неангажированных, еще раз скажу, будем надеяться, неангажированных органов для управления интернетом. И вы знаете, это обсуждалось на многих семинарах РАЦИТ и на российском интернет-форуме, со многими из тех участников, которые туда приходили, с нами работали. И в какой-то момент я понял, что я не понимаю, что происходит. И вот здесь снова в моей судьбе мелькнула Эстер Дайсон, как человек, который инвестировал в Россию много и хорошо это знал, был экспертом для многих из ИКТ-игроков, ну, в том числе для меня. Я ей сказал, слушай, ну, как же так, вот ИКН, он на американской почве, какие механизмы могут быть для того, чтобы решения были не смещенными, а посвященными как раз интересам интернета в целом. А Эстер удивительный человек, она сказала, о, классно, как раз через месяц будет заседание ИКН в Каире, поехали вместе, вот там и посмотришь. Меня это поразило, как и многое вообще в простоте решения вопросов, свойственных тогда американской, европейской бизнес-элите. Я не ощущал этого здесь. Мы все-таки работали, ну, сдержанно и стараясь координироваться в своих действиях. А тут, ну, поехали и посмотришь, что за ИКН. И вот мы поехали. Таких... Меня поразил, во-первых, демократизм. Во-вторых, то, что уровень компетенции тех игроков, тех лиц, которые были вовлечены в обсуждение, был предельно высок. То есть они точно, в отличие от меня, они точно знали, о чем идет разговор. И, в общем, то, что я видел воочию, действительно выглядело как демократическая система, демократический механизм регулирования и принятия коллегиальных вопросов. Это произвело на меня сильное впечатление. Уже не помню, в каком это году было, но где-то под 2000-й, наверное. Мне кажется, Каирская 99-й год, наверное, на конференции. Одна из первых. Не возьмусь сказать точнее, но явно попал туда случайно, но получил огромное впечатление. И вот, собственно, тогда, уже в обсуждении, если мне память не изменяет, с Алексеем Солдатовым, я впервые узнал о том, что Россия отвечает этому движению и создает свой собственный регулирующий орган. Да, по-моему, это был Алексей. Ну, естественно, что первая же спонтанная реакция и меня, как предпринимателя, и меня, как председателя правления РАЦИД, была, да, конечно, давайте делать. Давайте делать, ну, что же, они убегают. Не должны. Мы должны их догнать. Вот. И, собственно, вот с этого для меня все и началось. А в то время же существовался союз операторов интернета, которому тоже РАЦИД приложил свою руку, видимо, потому что, ну, во времена, когда интернет не был общим местом и общим названием и общим интересом, РАЦИД во многом оказался средоточием этих интересов. Соответственно, мы и там приложили руку, помогали в создании союза операторов интернета. И вот эта бурлящая такая общность людей, заинтересованных в процветании интернета, она и начала встречаться группами в разном составе, обсуждая создание вас, Андрей. Вот. Теперь. В тот момент я был в 2001 году как раз в российском Неразвитии общественных сетей, как раз на моих глазах был переход к распределенной модели регистрации, и из РОСНЕРОС выделялся РУЦЕНТР, где я дальше и 13 лет даже больше проработал. Совершенно верно. И РОСНЕРОС тоже ведь игрок, который в этом движении участвовал однозначно. Честно говоря, РАЦИД как общественная организация, с большим довольным бюджетом, благодаря тому, что российский интернет-форум активно спонсировался крупными корпорациями и провайдерами, ну, наверное, получила место среди тех, кто создавал центр немножко с авансом, я думаю, немного с авансом. Но надо сказать, что уже тогда с помощью РАЦИД на пользу этого процесса, например, активно работал Михаил Якушев, один из ведущих юристов, который занимается КТ и телематикой. Активно помогало много игроков, как Ерных Андрей, например. Просто на память много таких ребят. Тот же Рыжиков Сергей уже в то время проявлял себя. И десятки имен можно назвать. И, собственно говоря, вот то, что завершилось созданием этого органа, это привело развитие интернета в России в синхронизацию с мировым процессом. И для меня это было очень приятно. Вот, честное слово, испытываю часть гордости за то, что я был при этом в процессе. Почему? Очень просто. Мы по организационным своим формам, мы, Россия, стали мгновенно синхронизированы, гармонизированы с миром. А такие явления технологические, как интернет, как искусственный интеллект, как биоинженерия, они глобальные. Их невозможно решать внутри ни одной юрисдикции только. И, соответственно, страновые механизмы просто не позволяют развиваться этим явлением так быстро, как они того заслуживают. Поэтому тот шаг, который произошел в этот момент, я считаю, был достаточно эпохальным в своем роде. И дальнейшего развития, ну, это и показало, что мы ни в чем, в сущности, не отстаем в этой области ни от кого в мире. Мультистейкхолдерная модель, модель во многом саморегулирования, она вполне жизнеспособна на российской почве. Точно. Понятно, что в США там, в принципе, саморегулированию гораздо больше места отводится во всех таких процессах, а тем более связанных с интернетом. Хотя сейчас мы понимаем, что и роль корпорации слишком велика. И вот государство иногда даже, ну, где-то бессильно попытки их ограничить. А уже надо бы, потому что общество требует. Но, тем не менее, вот на тот период вот это вот очень хорошо легло на нашу модель. Может быть, как раз потому, что государство просто не готово было так активно регулировать. Я же помню, как я в начале 2000-х приезжал на семинары, это было на метропрофсоюз, на институт статистики, математики. Да-да-да. И вот мы там встречались и с представителями Роспатента, даже, которые скорее приезжали тоже получить базовое представление, а уж не регулировать. Может быть, как раз вот то, что отрасль чуть быстрее развивалась, чем поспевал регулятор, во многом это как раз и заложило то, что саморегулирование расцветало. Андрей, я согласен с вами, но вот с того уровня, на котором я видел этот процесс, никогда не было мало внимания регулятора к тому, что происходит в интернете. Я уже упоминал имена Булгака, Крупного. Боже мой, Реймон сам активно участвовал в этом процессе, на российский интернет-форум приезжал, не будем забывать. Кстати, все министры были на российском интернет-форуме. Все были на российском интернет-форуме. Вот я не помню, чтобы хоть кто-то пропустил. Да, вы правы. Но мало этого, ведь были предприняты достаточно интересные попытки донести информацию об этом до высших государственных лиц. Ну, например, на моей памяти есть приглашение от тогдашнего премьера-министра Владимира Владимировича Путина, на которое пришли десятка-полтора представителей интернет-общественности. И цель-то встречи была просто расскажите, как это работает и зачем это нужно. То есть ничего особенно сложного. И это была полезная встреча. Михаил Мишустин сам встречался, просил меня о рассказе о том, как действует, например, система регистрации доменных имен тогда давно, искал бизнес в этом направлении. То есть власть сама по себе прекрасно понимала еще в те времена, что определенные виды регулирования таких надгосударственных явлений, как интернет, нужно делегировать. И это и было делегировано. И я считаю, что это очень правильный ход. Это правильно. А то, что, собственно, почему РАЦИТ попала в эту обойму, ну, наверное, потому, что тогда мы все же догоняли. Вот неспроста казалось, что там развитый интернет, страны развитого интернета, а мы в догоняющей сфере. И это ведь ощущение полностью развеялось уже в середине нулевых годов. Когда он стал и дешевле, и доступнее. И быстрее. Я помню, приезжаешь к своим друзьям даже в Европу, и там, во-первых, они удивлялись, что у нас широкополосный уже дом и интернет, и что он такой дешевый. Потому что для них это фантастика. И сегодня у нас интернет в итоге доступный. Это раз. Но два, у нас еще и спектр сервисов громадный. И сравнивая с тем, что можно получить в онлайне, ну, в тех странах, где я довольно часто бываю, в Европе, мы их обгоняем. А тогда, когда создавался центр, ну, посмотрите, это же был год, когда, опять же, если память мне не изменяет, впервые Яндекс стал операционно прибыльным. То есть это год большого перелома. И то, что именно в этот год большого перелома в интернете, появление массовой электронной коммерции, безубыточного Яндекса, появляется центр, ну, я считаю, что это вот просто один из таких приятных моментов, когда и социум, и государственная власть, и общественность вот догнали скорость развития интернета и дальше уже пошли более или менее согласованно, гармонично, вместе. Ну, вообще, интересная модель управления самим, ну, не коронационным центром, это тоже, но тут, наверное, важнее самими национальными доменами. РУ, вот позже РФ присоединился. Вот наличие совета как экспертного органа, который состоит из числа именно представителей интернет-компаний, которые разбираются в тематике, и именно они утверждают правила регистрации доменных имен, политику аккредитации регистраторов. Сколько лет? С 2001 года эта модель существует, сейчас 2021, 20 лет прошло. Получается, что изначально была выбрана самая верная модель? Дело в том, что мы шли все-таки немножко отступая от того, что уже было сделано в США. Мы видели опыт, мы понимали, где загвоздки. Скажем, тот же Айкен всегда имел определенную загвоздку, связанную с частично государственным финансированием. И, опять же, в традициях открытого общества тамошнего это означало, что обязательно должны быть на борту люди, которые были направлены, делегированы соответствующей ветвью власти. Не помню, какое министерство тогда финансировало Айкен. Примерно то же самое могло произойти у нас. Но, по сути, уровень демократизации центра и связанных с ним структур, я считаю, превышает тот уровень, который сейчас существует в Айкене. То есть мы, сделав первые шаги, копируя их с американских образцов, были немного более последовательны. И прошли по этому пути чуть-чуть дальше. В этом смысле, я считаю, у нас одна из самых передовых систем. И, боже мой, одной из иллюстраций является то, что мы единственная страна, у которой три своих государственных домена. Вот почему так получилось? Потому что сообщество хотело, чтобы был даже SU. Я уж не говорю про... Сохранился, да. Конечно. Это столько дискуссий вызвало, кстати, в саму Айкен, потому что противоречило ее внутренним, скажем так, правилам, которые не были четко прописаны. Верно. Но наша сообщество... И потребовалась защита, между прочим, общественных организаций России. Тот же Рацид, насколько я помню, писал письмо в Айкен с требованием сохранить за доменом. Совершенно верно. Так и было. То есть это тот как раз случай... Знаете, это, можно сказать, такая народная демократия в интернете, когда те акторы, которые действовали в интернете активно на это время, четко выразили свою позицию. И у тех, кто был скептиками по поводу трех доменных имен государственного уровня, ну, они просто вынуждены были уступить. Это тоже определенное проявление того, как организованы мы, как организованы у нас. Ну, еще попутно могу сказать только одно, что Рацид, может быть, и стал соучредителем только благодаря тому, что вот вторая половина 90-х годов, которая в экономике была очень сложной, не поминая даже про 98-й год с полным дефолтом, а в принципе очень сложной, но каждый год мы видели постоянный рост и интернета как явления, и бизнеса, связанного с интернетом, и объема информационных ресурсов, которые там присутствуют. И Рацид, как независимый орган, в общем-то, например, выступая в Думе, рассказывал о том, что будет через некоторое количество лет. И вот сейчас уже приятно, оборачиваясь назад, сказать, что мы правильно предсказывали. И то, что сейчас не бывает компаний без веб-сайта, и то, что на визитках не может не быть адреса, и не может не быть веб-сайта, все это тогда говорилось и воспринималось часто с иронией, по крайней мере, со скепсисом определенным. Но вот оно свершилось. Слава Богу, во многом благодаря Центру. Говоря вам, Андрей, спасибо. Вам спасибо. Я вот еще вспоминаю, в середине 2000-х появляется РАЭК, ассоциация бизнес-игроков. И были такие разговоры, не произойдет ли каннибализма, не съест ли РАЭК Рацид или наоборот. Потому что одна ассоциация, уже зарекомендовавшая себя, которая прислушивается органам государственной власти, другая очень активная на тот момент. Безусловно. И, в принципе, каннибализма не случилось, и слава Богу, но зато случилась синергия, которая позволила привести к тому, что уже с 2012 года был образован экспертный совет при правительном комитете Госдумы, куда вошли эксперты как раз и РАЦид, и РАЭК, и всех крупнейших IT-компаний, и российских, и не российских, но имеющих, кстати говоря, свое представительство, которые обсуждают законопроекты и дают некую техническую экспертизу, о чем мы и договаривались. Потому что тогда, я помню, как был 2009-2010 год, начинались первые акты регуляторного воздействия, которые такое воздействие оказывали на отрасли, что они неисполнимы. И вот договорились об этом диалоге. Здесь мне просто интересно, вы же знали, как это происходило. Мы похожи с другими странами, или у нас опять был свой особый путь? Вот этот диалог между интернет, отраслью, интернет-пользователями и властью. Ну, общий ответ, мы похожи, но, конечно, у нас свой особый путь. Мне неизвестен ни один пример в другой стране, где общественная организация, схожая с РАЦИТ, или уж если на то пошло с РАЭК, играла бы такую роль, как в России. И я считаю, что это очень хорошо. Это технологическая демократия в полном расцвете и в полной силе. Когда начались нулевые годы, по целому ряду причин в моем личном бизнесе я был вынужден оставить РАЦИТ. Ну, скажем так, что мои тогдашние заказчики наставили на том, чтобы я сосредоточился на других проблемах. И выходя из РАЦИТа, я уже знал двоих Сергеев, Благоторенко и Гребенникова. Потому что эти люди, придя через интерес к движению РАЦИТа, можно так сказать, движение РАЦИТ, принесли еще дополнительное качество, а именно корпоративную ассоциацию РАЭК, по сути, корпоративной. Если РАЦИТ всегда был объединением конкретных людей, в каком смысле B2C структурой, то РАЭК это B2B. И то, что получилось в итоге, когда сейчас ребята из РАЭК координируют деятельность РАЦИТ, делают это мирно и не в ущерб тем наработанным моделям, которые в РАЦИТе уже были к этому времени. Но это, я считаю, случай синергии высшего класса. То есть я сам с удовольствием участвую в мероприятиях РАЭКа и всячески Двух Сергеев поддерживаю, их ребят тоже. И это хороший пример. Потому что ведь были центробежные стремления и появился неожиданно вдруг еще один интернет-форум искусственно противопоставленный. Я думаю, что это чисто личностное, связанное с тем, как люди, которые остались в РАЦИТ после меня, взаимодействовали с теми людьми, кто привык взаимодействовать, работать иначе с РАЦИТом. Но это все ушло, и сейчас, я считаю, очень гармоничная ситуация. Точка соприкосновения очень мощная, которая остается все эти годы между Координационным центром и РАЦИТом это просветительская деятельность. Изначально учредители КЦ уделяли этому много внимания. У РАЦИТа, понятно, это одна из уставных задач такая, просвещать именно интернет-технологиям. Насколько это важно сегодня? Может быть, уже пора переложить эту функцию, грубо говоря, на школу, на педагогическое сообщество? Хватит интернет-компаниям заниматься, интернет-просветительством? Или нет? Или это такой наш крест, который придется нести всю жизнь всем поколениям интернетчиков? Ну, позволю себе перевести пример. В 50-е и 60-е годы программирование было уделом узкой касты специалистов. Преподавали программирование в ведущих вузах мира, в том числе и в России, в тогдашнем Советском Союзе. Сейчас программирование преподают в школе учителя ученикам. То есть, наработанный сначала, как уникальный феномен новой индустриальной культуры, процесс программирования аккомодирован полностью в общество, освоен, и он стал всего лишь средством повышения эрудиции и возможности индивидуума. Всего лишь, наверное, неправильно здесь говорить. Он стал другим, он стал предметом для личного потребления. Примерно то же самое произошло и с интернетом. Если, до сих пор помню, мы выступали в Госдуме где-то во второй половине 90-х годов и советовались с аппаратом Госдумы о том, как лучше это преподавать. В итоге родилось название моего выступления «Интернет на бересте». То есть, мы приводили простейшие примеры, чтобы показать, что интернет – это не только средство коммуникации, не просто почта, но это еще и способ донесения знаний, навыков, накопленных человечеством богатств. Тогда это было необычно. И поэтому, абсолютно согласен, лидерами в образовании были специализированные организации. Не только РАЦИТ, конечно. Многим здесь занимались крупные корпорации, интернет-сервис-провайдеры, но РАЦИТ в том числе. Но понемногу это стало феноменом нашей повседневной жизни. И как таковой, зачастую его даже не изучают в школе, а просто, получив свой первый гаджет, ребенок уже начинает пользоваться интернетом и узнает об этом часто даже не от родителей, а от своих сверстников. Это освоение социумом новой технологии. Оно произошло. Если преломить это именно на РАЦИТ, посмотрите, ведь РАЦИТ практически перестал делать ежемесячные семинары. Отпала необходимость. Вот этот вот элемент просветительства и донесения новых истин, он просто стал не нужным. Форум нужен. Российский интернет-форум работает. Я с удовольствием на него смотрю и радуюсь, что это детище так запустилось хорошо. Но ежедневные, ежемесячные какие-то собрания уже не нужны. Об этом и говорят специалисты, что появилось поколение цифровых аборигенов, которые действительно с первых лет жизни уже с гаджетами на «ты». С другой стороны, это порождает другую проблему. Мы с ней очень хорошо столкнулись на примере кадрового резерва и интереса у подрастающего поколения, в том числе и к работе в организациях, которые должны разрабатывать общие нормы, общие подходы регулировать взаимоотношения, возникающие в интернете. Это такая данность повседневная, которая лишена ореолы романтизма напрочь. Это как что-то такое бытовое. А тем не менее вопросы международного регулирования остаются острыми. И мы ради этого проводим и летнюю школу по управлению интернетом. В этом году впервые молодежный форум по управлению интернетом. Конкурс у нас ежегодный API-Тело. Это именно для студентов дипломаты, юристы и инженеры, которые занимаются IT-технологиями, они принимают участие именно посвященный праву информационных технологий. Привлечь к этому процессу и, может быть, дальше найти себя сначала в российских организациях, а потом и на международной арене. Вот как заставить школьников, будущих студентов и будущих специалистов уделять этому все больше и больше внимания? Потому что пока мы не видим большого интереса. Ну, давайте на это посмотрим через призму писания. Для того, чтобы евреи стали свободными, им пришлось 40 лет ходить по Синайскому полуострову. Для того, чтобы появилось поколение, абсолютно готовое к использованию интернета, нужно, чтобы оно появилось у тех родителей, которые были готовы и использовали интернет. И это поколение появляется ровно сейчас. То есть, ваше 20-летие – это такой рубежный год на самом деле. Именно сейчас первые ребята, которые выросли в семьях, активно использующих интернет, начали работать. Закончили университеты и пошли на работу. Это другая социальная группа. Они отличаются очень во многом и психологически, и по квалитету знаний, и по составу знаний, которые они получают. И, конечно, изменения есть и в хорошую, и в плохую сторону. Например, по многим моим знакомым, по моим собственным детям, я вижу, что немного отступает в сторону, и уходит в прошлое практика постоянного чтения. То есть, то, что было нормой, скажем, в моей молодости. Ну, как это без книги? Хороший вопрос добрых друзей, что ты сейчас читаешь. А зато вот это пролистывание ленты новостей в соцсетях, которые утром, вечером, в любое свободное время на перемене. Да, и информация становится в результате корпускулярной. Она поступает мелкими фрагментами. И, казалось бы, это плохо. Но, задумываясь об этом, я должен сказать, что тот, кто видит вот эту корпускулярную информацию, которая его чрезвычайно интересует, благодаря интернету, тут же может кликнуть и уйти вглубь, и посмотреть ее в деталях. Это другой способ потребления сведений. Другой способ освоения знаний. Предсказать его эффекты на будущее очень сложно. В свое время РВК заказывала книжку «Вызов 2035», где она просила сделать определенные прогнозы на будущее. Это было 2015 год. И вот тогда мы как раз писали, что изменение характера потребления информации и освоения новых знаний, оно приведет к тому, что люди будут предъявлять спрос к другому типу услуг. И зачастую это может непредсказуемо поменять целые отрасли. Вот взять, например, банковскую систему. Ведь она сейчас эксплуатируется нами, потребителями, совершенно иначе, чем это было даже 10 лет назад. Мало того, понятие банка начинает меняться, появляются финансовые организации, которые делают практически то же самое, выполняя те же функции, не являясь, по сути, официальным банком. И это несет и определенные риски, и в то же время дает новые возможности. И вот этот баланс между рисками и возможностями, ему еще устанавливаться и устанавливаться. Часть прогнозов, которые мы давали в 2015 году, уже выполнилась. Часть оказалась неверной, но это обычная судьба всех, кто занимается прогнозированием. Но что в контексте вашего вопроса особенно интересно и важно, на мой взгляд, это то, что начинает меняться сама система образования. Меняется не только университет, а он в первую очередь, потому что там высококвалифицированные кадры, но меняется и школа. И в школе появляются не просто из-за того, что у нас ковидная пандемия. Хотя она ускорила цифровизацию образования. Безусловно. Но это появлялось и до того. И самое любопытное, что некоторые приемы и методы, которые отработаны сейчас в условиях кризиса, они остаются в практике, потому что они доказали свою эффективность. Поэтому мне очень интересно сейчас жить. Я с огромным любопытством смотрю в следующие 20 лет деятельности центра, потому что, на мой взгляд, мы сейчас только вступаем в ситуацию, когда интернет-общество стало основным способом развития социума. Вот оно сейчас началось. Это как я недавно 14-летнему племяннику своему объяснял, что раньше за квартиру надо было идти в кассу управляющей компанией ЖЭКа и платить на ней. Он никак не может понять, зачем надо было идти в кассу вообще, что-то платить. Есть же интернет для этого. Они уже по-другому воспринимают мир. Это правда. И технологии развиваются гораздо быстрее. И от всех сфер жизни, в общем-то, от всех участников других, сфер экономик требует как раз вот этой цифровизации. С другой стороны, это приводит к большим опасениям с точки зрения кибербезопасности. И все уже говорят, что если будет война какая-то, то она будет явно гибридной и скорее больше в области информационных технологий. Государства говорят о цифровом суверенитете. И, в общем-то, всерьез начали говорить о возможной фрагментации интернета. На том же рифе периодически были секции посвященные, но это было из области скорее фантастики. А сегодня это уже серьезно обсуждается. И обсуждаются меры, которые должны государства предпринимать, чтобы сохранить свой цифровой суверенитет. Ну, на этот счет можно сказать вот что. Что поскольку интернет стал не только культурным феноменом или коммуникационным, но и вошел как основа в индустриальные системы управления, риски целенаправленного зловоздействия на такого рода индустриальные системы очень высоки. И примеров много, не буду сейчас их приводить, они известны. Поэтому тенденция суверенитизации отдельных интернет-сообществ объективна, и она будет продолжаться. И это своего рода история борьбы брони и снаряда, где оптимальное сочетание недостижимо, но изменения будут идти и с той, и с другой стороны. На мой взгляд, те меры, которые были приняты, например, в Китае, во многом оправданы. Ситуация с тем, что рано или поздно аутентификация личности любого из нас будет осуществляться тогда, когда это нужно нам, но и не только нам, она придет. Это необоримая тенденция, и рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда практически любое наше действие будет зарегистрировано в той или иной системе. Но в том числе для защиты нас же от того интернет-мошенничества, которое стало процветать в пандемийный год особенно. Безусловно. И я думаю, что будут разработаны механизмы, подобные этакой интернет-паранже. То есть, когда человек явно не захочет оказаться видимым, он может накинуть вот этот вот плащ Поттера и стать невидимым для неприятных ему или просто анонимных для него людей. И, возможно, это даже в какое-то обозримое время станет платной услугой. Потому что, так или иначе, вот этот вопрос аутентификации человека в момент совершения им любых взаимодействий или транзакций с коммерцией, он будет решен. И мы не будем доставать ни карту, ни телефон, расплачиваясь в магазине, если мы туда придем вообще. А будем просто смотреть в камеру, и камера будет говорить, да, это господин Зотов, да, он в состоянии оплатить эту покупку. Или же, например, автоматически будет брать для меня кредит, если я дам на это санкцию. Или просто подумаете об этом. Или просто подумаете. Возможно, и это. То есть сейчас изменения такого рода будут изменять само общество, сам способ существования нас, как граждан. Что касается частичного суверенитета, тоже объективный процесс. И этому нужно не ужасаться, а просто понимать и относиться к этому конструктивно. Иначе не может существовать столь сложное образование, как наша планета, отдельные игроки, на которые обладают столь разными интересами, а главное, разными уровнями морально-этической защиты от определенных действий. Потому что сейчас прямой вред государству могут нанести частные лица в хакерских ассоциациях и образованиях. И это риск, который существует, и против него нужно найти средства борьбы. В этой связи государства смогут договориться, потому что как раз интернет остается той самой транснациональной, безграничной средой, в отличие от других, которые хорошо урегулированы. Есть морское право, воздушное, космическое даже. А вот интернет права нет на международном уровне, практически нет таких нормативно-правовых актов. Наше правительство давно говорит о том, что они необходимы. Правительство многих стран об этом говорит, но тем не менее их нет. Они появятся, доверие снова вернется в интернет-пространство? Боюсь, что мы сейчас говорим о будущем, которое лежит от сегодняшнего дня лет на 10 вперед. Потому что проблемы, которые поставил, например, только лишь электронная коммерция и реклама в интернете, сейчас в рамках действующих негармонизированных законодательств разных стран неразрешимы. Потому что вульгарно, континентальное право против прецедентного права не могут договориться о том, как регулировать деятельность транснациональных корпораций и извлечение доходности на разных территориях. И это сложно решаемая проблема. Конечно, те, кто заинтересован, а это в основном не только государственные деятели, но и саморегулируемые организации, этим занимаются. Но я не вижу в близкой перспективе какой-то плодородной дебютной идеи, которая могла бы помочь резкому продвижению в этой области. По-видимому, как проблема, это будет существовать долго. Но в чем прелесть ситуации? Что действия и крупных корпораций, и отдельных правительств создают массу прецедентов, которые поддаются анализу, как, скажем, ситуация в Австралии, как, скажем, ситуация с нападением дистанционным на центрифуге в Иране и позволяют построить по крайней мере базу вопросов, на которые нужно получить ответы совместной законодательной деятельности. Вот она, та самая битва брони и снарядов. Да, она есть. Абсолютно в действии. Или замедление твиттера, если уж про то пошло. Ведь на самом деле сейчас власть сильно тоже виртуализирована. Власть – это владение умами, владение мнениями и вытекающими из мнений поступками населения. И если эта власть осуществляется через контролируемое, предвзято мыслящими органами средства интернет-воздействия, это вредоносно, и это нужно предотвращать. А это возможно. Ну и тем более мы видим, как уже там популярные соцсети ленту формируют не только из ваших, так сказать, предпочтений, но и пытаясь влиять на ваши предпочтения. Это тоже уже доказано. Конечно, это политизация открытых источников в интернете. И тоже вещь, от которой уйти невозможно, с ней придется жить. Но как найти баланс, пока, наверное, никто не может ответить. Ни юристы, ни регуляторы интернета, ни профессионалы, которые действуют в области контента или услуг онлайновых. Это очень интересное направление, которым хочется заниматься. Но вот мой прогноз, что, по крайней мере, еще лет 10 не будет достигнуто здравых компромиссов. Ну вот в этой связи, в завершении беседы, какие ваши пожелания ветеранам, сотрудникам Координационного центра, учредителей, регистраторов, да, собственно, всех наших интернет-компаний, именно как специалистам, работающим в авангарде интернет-технологий, для развития интернета, в общественном благо, в целях, конечно, общественного блага. Вот какими качествами должны обладать те, кто идут в эту профессию? Высокий интеллект, прекрасная память, желание работать. Это ответ на вопрос, какими качествами. А что бы я делал, будучи в том бизнесе, которым занимаетесь вы, вы знаете, несмотря на то, что мы сейчас говорили про защиту, суверенитизацию, охрану прав и тому подобное, нет здравого пути решения этих проблем, кроме как открытое и постоянное взаимодействие с другими игроками. Как бы, может быть, не неприятны они были нам в своих действиях. Интернет настолько глобализирован и придуман как средство, позволяющее глобализацию, не для глобализации, но так получилось, что оно это позволяет, что создавать отдельные пруды, замкнутые друг от друга, без перетока, нельзя. Нужно обязательно многое активно работать с коллегами за рубежом. И кто знает, вполне возможно, что на этой базе вырастет основа для некоего более подвижного, чем организации объединенных наций, глобального регулирующего органа. По крайней мере, интернет в состоянии выдержать подобный феномен и донести его решения и результаты до каждого. Спасибо большое, Андрей, за это содержательное интервью и поздравляю вас с 20-летием Координационного Центра. И вас, Андрей, также. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин